Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, и сегодня вот такой небольшой выпуск Dark and Light. На самом деле, игрушка очень зашла. Прям, прям, безумно зашла. Прям в ней очень прикольно выживать, очень атмосферно выживать. И вот это ощущение, знаете, вот ночь, когда вы вокруг уходите, пытаетесь камень добывать, а тут хрясь со спины какая-то, тень накрывает вас, и ты в панике бежишь, не понимая, что это оказалось овца. Ну, это, короче, очень интересно, на самом деле. И очень непередаваемое ощущение вот этого выживания, которое как раз-таки и цепляет. И сегодня речь пойдет в этом видео об алтаре восстановления. На стриме, когда я первый раз играл в эту игру, мне сказали, что, типа, поставишь кровать, и на ней будешь восстанавливаться, когда ты умираешь, ну, типа, будешь возрождаться на кровати. Это не так. Кровать это всего лишь для того, чтобы ее поставить, поспать на ней и восстановить себе мозги. Вот так вот это все происходит, но как восстанавливаться? Потому что, допустим, если, если вот бежать до нашего домика, то это как бы не очень хорошо. Кстати, сейчас со мной присутствует молчаливый друг, мы играем вдвоем и построили домик. А, он захотел все-таки говорить. Это, кстати, да, это упс, если кто. Многие говорили. Как же он говорит? Голосик. В общем, мы играем вдвоем, и как раз-таки в этом проблема, когда, ну, что-то идет не так, враг оказывается какой-нибудь сильнее, мишка чуть матерей там, и шкура у него чуть поматерей, то мы умираем, и нам приходится бежать от города до нашего дома. Поэтому, понимаете, то есть трупу время идет. В общем, мы попытаемся сегодня скрабить вот такие вот алтари. Сейчас я вам покажу. Где-то они вот тут вот. Так, так, так. Вот. Алтарь Ресуррекшн. Здесь очень много всего нужно. Здесь 75 какого-то вот этого порошка нужно. Потом вот этот сульфур порошок точно. 15 костей, 15 кожи и 100 магических кристаллов. Самое легкое, по-моему, что здесь можно добыть. Самое проблематичное это кости. Почему? Потому что они падают не с каждого существа, и выбить их, ну, набить такое количество достаточно проблематично. Все остальное добывается довольно-таки просто. Единственное, что, допустим, сульфур и вот другой порошок, по-моему, там просто вам нужно будет прокачать алхимку. Если не ошибаюсь. Да, вот только что перепроверили. Там именно в алхимке появляется сульфур и камень. Как раз-таки этот вот порошок, наверное, не знаю, мука какая-нибудь. Что из нее? Ну, раздробленный камень, что ли? Так получается. Именно эти ресурсы и идут на производство этого алтаря. Посмотрим и проверим сегодня. То есть я, наверное, даже с собой пожертвуюсь, скинусь с горы, чтобы восстановиться на этом алтаре. Потому что, ребят, вот вся жизнь сейчас происходит вокруг этого нашего домика. Кстати, давайте я сейчас добегу и покажу вам его. Кстати, вот пока вот мы тут собираем сейчас ресурсы на этот алтарь, есть такая магия. Вот я сейчас заполнен. У меня уже 176 килограмм из 170. И есть вот такая вот магия. Вот, видите? Сумка такая нарисована. И когда мы ее включаем... Давай, шамань. Есть, понеслось. То есть вес у нас повышается, переносимый. И мы можем сейчас 230 носить вместо 170. Это довольно-таки существенно. И я дальше смогу собирать ресурсы. На 889 секунд, я так понимаю. Ну, 900 секунд, короче, будет работать эта магия. Довольно-таки неплохо. Вот такой вот, ребят, домик построили пока что временно. Ну, это, так сказать, первая наша постройка. Поэтому не все, конечно, идеально, но хорошо. Единственное, что здесь в самой игре очень низкие этажи. Вот, смотрите. То есть, при том, мы, ну, как бы не эльфы, да? Персонажи, которые еще выше, по-моему, ростом. Ну, закрывай себе. То есть, вот, видите, я потолком грибу. Точнее, потолком, господи. Головой потолок грибу. И это как-то не очень удобно. Особенно, если еще вы на какой-то сундук зайдете, то, ну, типа, вообще второй этаж просматривается, да? То есть, и неудобно в этом плане. Но приноровиться можно. Стройка очень проста. Да, и мы даже ее, наверное, показывать не будем, потому что... Ну, она реально очень простая. Может быть, потом, в дальнейшем, когда будет уже делаться из нормального дерева, а не из веток и соломы. Так, ребят, давайте перейдем уже к самому крафту. Нам нужна вот такая вот ступка. Mortar and Past, да? То есть, и в ней, когда вы прокачаете алхимию, вы сможете делать как раз-таки вот Quartz Sand. Это из камня делается. Вот, видите, появился рецепт. И вот сульфур повдор. Он делается из сульфура. Камень, конечно, проблематично добывается, но... Допустим, вот я заметил, что если вы прям направленно хотите камень добывать, и быстрее, да, побыстрее, то нужно камень разбивать магией, да? То есть, если вам еще нужен сульфур, то вы добываете еще и камень, как бы, и сульфур. Но намного медленнее, да? То есть, в общем, если нужен прям именно камень, и нужно быстро, то лучше добывать магией. Ну, вроде бы все собрали. Я уже говорил, что кости довольно-таки проблематично найти. Ну, и надо будет прокачать алхимию. Кожа выбивается с монстров, просто убивает им всяческих животных, и кожа падает с овечек, с зайчиков, с кабанов. Чем поматерее, конечно, животное, тем побольше кожа. Но, сразу говорю, не с каждого будет она падать. Это такой тоже рандом. Так же, как и с шерстью. Сейчас шерстью прям, я думаю, отдельный выпуск сделаем. Ну, и давайте скрафтим где-нибудь. Вот здесь вот у нас будет два алтаря. Сначала я уж поставлю, потом второй воткнем. Крафт пошел. Довольно-таки... Ну, да нет, нормально крафтится. Интересно, на самом деле, как будет он привязываться, и можно ли привязать, ну, к одному алтарю два человека. Так, а на семерку, по-моему, семерка же. Вот, семерка. Поставили. И хаос оф Нильгорн. Ого! Ого! Это типа что? Непонятно. У тебя есть? Упс, открыто? Восстановительная алтарь какой. Фаст тревел. То есть я могу выбрать точки на карте? А меня можешь прописать туда? Сейчас, погоди, надо как-то сейчас выйти сначала с него. Ренейм, ренеймал алтарь, ингресс. Вот. Второй ранг вроде поставил. Сейчас. Третий ранг. Четвертый. Пятый. Стопэшенька. Ребят, ну сейчас я вот выложился весь. Попробуем сейчас. Непонятно, то ли это телепорт, то ли... Ну, вроде бы он назван как ресуррект. Ну, попробуем. Вот сейчас вот в этом месте. Кентаур. Энчамп Мэтсоул Нод. Мы там уже были, но, по крайней мере, забегали туда. По крайней мере, я представляю, что это такое. Не знаю, почему некоторые вот эти порталы синим показаны. Может быть, они захвачены кем-то или что-нибудь в этом роде. Ну, давайте вот этот попробуем. Хотя, что попробуем-то? Никаких менюшек-то и не появляется. Чтобы как-то, не знаю, телепортироваться на него или еще что-то. Хм, может быть, таким образом можно свою сеть сделать? Напишите в комментариях. Сейчас еще попробуем сдохнуть. Так, ребят, в названии этого алтаря присутствует название ресуррект, да? То есть, какое-то восстановление. Ресурректчон алтарь. Конечно, здесь написано описание этого. А вот, стоп. Конструкт и адд ариспован локейшн оф дэдд и телепорт битвэй алтарь. То есть, в принципе, локейшн андэд, типа, как раз-таки... В общем, я сейчас пойду и сброшусь со скалы. Я сейчас скинул все шмотки. И потом посмотрим, ребят, будет ли от этого профит. Смогу ли я, так сказать, прямо сейчас вот... Скала у нас тут близко. Как раз ни разу вот внизу туда не прыгали. Ни разу там не были. Хотя бы трупом там полежу. Так что... Джеронимал. Кстати, я еще и разбиться. А, да, все, есть. Юкилт, юс... Ну, понятно. И... Вот, кстати, алтарь наш показан. И... Вот это, ребят, есть. И работает, работает. Там третья вкладка появилась. Типа, вот две одни там, ну, две были вкладки. И третья внизу. И типа, все, выбираешь ее. Он прямо на карте показан. На него жмешь, типа. И восстанавливаешься. Другой вопрос. Ты или можешь на нем восстановиться? Вот здесь я ничего не могу. И вон, написано, кстати, видите, ребят? Респаун, кулдаун, ну, полторы минуты. Две с половиной минуты, получается, где-то так. Ну, может, три минуты. Ладно, тут 30 секунд я пока что бегал. Довольно-таки крутая вещь, кстати. Вот такой же отчет. Если ложитесь спать через, там, три минуты примерно, только можно еще разочек лечь спать. Ну, круто. Теперь зато можно так восстанавливаться в доме, а не где-то, да, и бежать за своими шмотками. Это круто, на самом деле, потому что до этого была просто проблема из-за этого. Так что, ребят, обязательно ставьте лайк, если мы как-то вам помогли. И обязательно подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну, и всем всего, удачи и пока. Ну, скажи пока. Ну. Ну, скажи пока. Ну, опс. Пока-пока. Еееей.